МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кем только не мечтают стать дети. Знаменитыми космонавтами, чтобы покорять Вселенную, отважными пожарными, чтобы спасать людей певцами, чтобы блистать на сцене, учителями, чтобы давать знания, врачами, чтобы спасать сотни жизней. Профессий существует много. Главное не ошибиться в своем выборе и посвятить этой профессии всю свою жизнь. У каждого есть свои интересы, свои любимые занятия. У кого-то есть талант, а кто-то способен быстро и легко всему научиться. Другой готов долго и усердно трудиться, чтобы добиться заветной цели. Один из первых наиболее сложных вопросов, с которым сталкиваются юноши и девушки еще в школе, проблема выбора профессии. И этот этап считается одним из самых ответственных, поскольку важное решение принимается на всю жизнь. Воспитанницы Чебоксарского детского дома Валерия и Екатерина хотят посвятить свою жизнь такой непростой науке, как медицина. Лера в своих желаниях пока окончательно не определилась. И это вполне нормально. Любимый школьный предмет у Леры – химия. И, возможно, в будущем девочка станет фармацевтом. Если все сложится удачно, по ее словам, она хочет не только продавать лекарства, но и готовить их. В детстве Лера мечтала стать врачом, но в школьные годы все изменилось. Как говорит сама девочка, с биологией дружит не очень хорошо. Потому она хочет пойти учиться на фармацевта. Одобряет выбор и сестра Леры. Правда, у нее есть свои взгляды на будущее обучение. Она хочет, чтобы я заканчивала 11 классов, поступила в какой-нибудь институт, вуз. Но я думаю, что это сложно. Потому что она сама училась 11 классов. И хочет, чтобы я училась 11 классов, чтобы у меня было хорошее образование, хорошая работа. Она думает, что после 9 класса, ну, не во все места можно поступить. И после 11 выборов будет намного больше. И я еще подумать могу, куда я захочу поступить. Катя рассказывает о своих планах на будущее более уверенно. Девочка мечтает стать врачом. Катя очень любит детей и животных и хочет помогать им в трудную минуту. Я хочу стать врачом детским, чтобы лечить детей маленьких, чтобы они были здоровы. Когда я лежала в больнице, мне очень было интересно наблюдать за врачами, медсестрами. И у меня возникло желание тоже стать врачом и лечить детей. Было бы интересно сидеть, посмотреть, кем ты будешь, как это все делается, увидеть по-настоящему. Подсказать девочкам, кем стать и куда лучше пойти учиться, кроме воспитателей, собственно, некому. Наш социальный проект призван хотя бы чуточку помочь детям с выбором. Катя и Лера стали его участниками, написав сочинение о будущей профессии. Насколько девочки хотят стать врачами, мы узнаем после экскурсии в детский центр восстановительного лечения и реабилитации, где Кате и Лере разные специалисты расскажут и покажут, что значит эти слова «лечить и спасать». В детском центре восстановительного лечения и реабилитации помогают детям после операций, укрепляют иммунитет. Здесь на лечении находятся дети, у которых есть риск заболеть. В кабинете водолечения расположены лечебные ванны различного назначения. Пациенты здесь получают подводный массаж. Пациент садится вот сюда, на стул, локти, руки погружаются в эту ванну, здесь вода циркулирует, как вихревая ванна. За счет циркуляции воды, воздействия циркулирующей воды на ткани, на более глубокие, на мышцы, улучшается кровоснабжение, снимается боль, проходят отеки. Чтобы усвоить теорию, девочки закрепили ее практикой. «Вот так вот рука погружается. Вот этот вихревой поток как раз и массирует тело. Это помогает снимать отек, если есть отечность, боль. Делает более подвижными суставы, если имеется туго подвижность в твоих суставах. Вот этим самым достигается лечебный эффект». Так как медицинских специальностей очень много, а требования и стандарты одинаковы для всех врачей, то студенты медицинских отделений вузов на первых курсах изучают одинаковый материал, поясняет заведующий центром Александр Григорьевич. Только после этого студенты изучают предметы в зависимости от выбранной специализации. У медицинских работников разных сфер профессиональные обязанности различаются. Сегодня в России зарегистрировано более 50 разных врачебных специальностей. Например, врач-физиотерапевт – специалист по лечению различных заболеваний с помощью методов физиотерапии. Раздела медицины, который посвящен лечебным воздействиям физических факторов, таких как тепло, холод, электрический ток, магнитные поля, ультразвук, лазер. Врач-физиотерапевт занимается лечением самых разных заболеваний – болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сосудов, лорорганов, глаз. Светлана Ятмалова, врач-физиотерапевт с большим стажем работы и огромным багажом знаний, поделилась с Катей и Лерой своим накопленным опытом. Вначале я училась на медиатра, затем я поняла, что большой интерес для меня представляет физиотерапия. В наше время физиотерапия очень актуальна. Очень много разных видов лечения сейчас внедрены именно физиотерапией. Это может быть и электролечение, это магнитотерапия, это называется еще вибротерапия, когда проводится ультразвук. Что такое современный физиотерапевтический кабинет – это большое количество разнообразной аппаратуры. И у каждого прибора свое назначение и лечебные возможности. Процедуры проводят медсестры, которые прошли специальное обучение. Но врач-физиотерапевт не только выписывает назначение. Он должен сам уметь пользоваться физиотерапевтической аппаратурой. Без этого невозможно оценить, насколько правильно работает медсестра, а тем более обучить ее правильным приемам работы. Эта специальность, объяснила врач-физиотерапевт, предполагает интерес не только к медицине, но и к технике, способность к освоению новых знаний и технологий и, конечно, знаний в области физики, чему очень удивились девочки. Большой интерес вызвала у Кати и Леры соляная комната, где оздоравливают дыхательную систему. В галлотерапии используется природная соль, оказывающая благоприятное воздействие на здоровье ребенка. В камере стены пол и потолок облицованы экологически чистыми природными калийными солями. Мы здесь воссоздали искусственно микроклимат вот тех соляных пещер, соляных копий, которые еще с древних времен, с давних времен использовали для лечения различных заболеваний органов дыхания. Было замечено, что вот у людей, у тех шахтеров, кто работает в этих соляных копиях, где добывает соль, крайне редко встречались заболевания органов дыхания, такие как бронхиальная астма, хроническая пневмония, воспалительные заболевания различных пазух, гайморовых, лобных пазух. Вот. И просто эмпирически было принято решение попробовать. Попробовали и получили эффект. Но так как очень большой круг нуждающихся в лечении в таких условиях, мы просто воссоздали, потом такая была придумана технология создать искусственные уже соляные камеры. В кабинете по соседству дети проходят гипокситерапию. Комната оформлена так, будто ты гуляешь по горным вершинам. Эффект от такой процедуры не заставит долго ждать. Очистится дыхательные пути, окрепнет иммунитет, восстановится сердечно-сосудистая система. Вдохнуть горный воздух или насладиться целительной прохладой соляной комнаты – это не мечты об отдыхе. Просто предписание врача поясняет школьницам. В Центре восстановительного лечения такие процедуры – часть мощной восстановительной методики. При поступлении данному ребенку назначаются соответствующие планы реабилитации. Ему обязательно будет назначен комплекс лечебной гимнастики, подобранный врачом ФК. Будет назначен комплекс массажа, физиолечение, потому что, естественно, ребенок проходит консультацию у врача-физиотерапевта, и весь курс физиолечения согласовывается. Заглянем в кабинет психологической разгрузки. Слушая приятную музыку в темноте, дети расслабляются. По-настоящему эффективная релаксация возможна лишь при достижении такого состояния, когда ни о чем не думаешь. Помочь испытать такое состояние может только высокопрофессиональный специалист, который создает необходимые условия для этого. Целебный голос врача по-научному – логотерапия, и есть основа метода лечения. Любовь Михайловна много лет работала медицинской сестрой. После окончания спецкурсов последние 7 лет работает медицинским психологом в Центре восстановительного лечения. Отдых. Вот дети приятно расположились, удобно, комфортно, на мягких лежанках. Просеянный свет помогает расслабиться. Звучит приятная музыка, расслабляющая. И я зачитываю им текст. Вот попробуйте сами тоже расслабиться, сейчас закрыть глаза и послушайте. Примите удобное, комфортное положение тела. Закройте глаза и постарайтесь полностью расслабиться. В качестве лекарства и свет и звук с помощью таких стимуляций головного мозга врачу успешно лечат психоэмоциональное расстройство. А Роза Егоровна в медицине почти 40 лет. Все годы исключительно работает с детьми. Должность медсестры-кондуктора по-своему трудна и ответственна. Тут не только детей, и обучаем родителей, как с детьми заниматься, как с ними играть, какие упражнения делать, как надо правильно научить сидеть, ползать и ходить. Это все мы обучаем. И развиваем мелкую моторику. Врач – это сложная профессия, которой надо долго и усердно готовиться. Надо иметь определенные знания, да и сам процесс достаточно долгий. Человек, выбравший профессию врача, сначала 6 лет учится в институте, затем в интернатуре, проходит специальные курсы подготовки, так называемые сертификационные циклы, которые дают право уже работать по выбранной специальности. Долгий путь, но вполне достижимый для любого человека, как отмечают профессионалы своего дела. Ориентировать молодежь для правильного выбора специальностей заведующий центром Александр Григорьевич считает крайне необходимо. Ну и я, как медицинский работник, наверное, заинтересован в том, чтобы вот к нам в систему медицины как можно больше приходило молодежи. Были вопросы, была заинтересованность, но ведь не только в вопросах, но и по тому, как они знакомились, осматривали наше помещение. Это тоже свидетельствует о том, что появилась у них определенная заинтересованность. Ну и, в принципе, они же туда-сюда пришли тоже, имея какую-то уже мотивацию предварительно. И просто я буду, наверное, могу сказать счастлив, если я сумел их укрепить в какой-то мере в правильности сделанного им выбора. Уверены ли девочки, что по-прежнему хотят посвятить себя профессии, которая связана с медициной, пока они и сами не знают. Но знать об этой профессии они стали больше уже это точно. Время для выбора у школьниц еще есть. Мы приехали сегодня сюда, было очень интересно, мы увидели много нового для нас. Понравилась очень нам соляная комната, там было очень интересно, мы там посидели, ощутили эти ощущения. Здесь работает много врачей, у них много специальностей. В каждом кабинете разные врачи. Какой профессиональный путь выберут Лера и Катя? Свяжут ли они свою судьбу с медициной? А может, они вовсе решат сменить профессию? Пока сказать трудно. Все зависит от них самих. Но то, что эта профессия требует особого внимания, ведь от умений, знаний и опыта врача зависит здоровье и жизни людей, девочки поняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова